так пошла запись мне нужно считайте что я вопрос не задавал сейчас задам вот это будет на пятое кино или уже бог знает какое вот сейчас покажу антоновку ну по моему покажу вам несколько уникальных вещей антоновка 400 граммовая это тоже не часто встречается но вот эта мелочь осталась стыдно показывать даже ни одного крупного не осталось ё-моё ладно а то опозорюсь вот это вот смотрите тот который курдюмов забарковал сказал что это не голден дэрис мужики специалисты говорите что за сорт что это понятно вот я люблю угощать так и все скажу это я превращаю учебный фильм и так друзья вот это рано делают птицы потом дома просьба скушать и убедиться что она обладает необычайные вкусовые качества хотя кислинка есть и вот птицы не дают покоя вот что они делают они клюют прямо мякоть посмотрите что превращается вот с этой стороны видите сгнило на дереве я за ними следил вы за такими я самому начал как только появляется дырочка вон дырочка вот у турсона дырочка вот я выдал вот а и все валят на эти на болезни а на самом деле я убедился что настоящая качественная сорта выклевывает птицы потом якобы заболевает плод а дерево вроде целое и тут требует чтобы все это опрыскивать и прескать а здесь не капли а до химиката вот смотрите немножко тли всегда бывает не капли а до химикатов за все эти годы с 16 года как посадил сад вот такая история кстати вы еще вот плата которые висят я всегда вижу до победы почему потому чтобы у них плодушки нельзя отламывать их видите вы киваете знаете а вот это пожалуйста собирайте какие у нас а сейчас вот кому не лень поднимайте а это нет вон то крупные вот а сейчас я ознакомлюсь розмарином посмотрите какая красота в этом году мелкие мелкие так ну что кому дарить вот это от возраст от возраста так что тогда то что держи хорошо сказал главное азия сядь и вот ну вы тоже это самый вот вот эти вот попробовать попробовать попробуйте на вкус она это это мировой лидер это вам не хухари-мухари а хорошие и к сожалению все уже кончилось исчезла последняя яблочко медовая вы жалко 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 не одного ну просто посмотреть на дерево пойдемте посмотрим смотрите а а а хайне я вам сейчас объясню у меня всегда когда я смотрите внимательно видите вот это вот я здесь черенок на прививку отсыхает вся ветка это не болезнь просто замерзла дальше не пойдет вот я никогда эти не отрезаю с этим не борюсь я да я согласен жертвенное дерево я его калечу своими руками я вам сам сейчас покажу хотите вот что такое жертвенные деревья вот смотрите сейчас покажу а если бы я вот эту ветку не отрезал не отрезал вот она все дерево было бы цело почему обратите внимание все цело ничего не болеет и вдруг внимание пригляделись только искалеченная ветка начинает отмирать видите зимы то здесь страшные вот это было отрезано даже не прошлом году позапрошлом видите по толщине ну видно вот и вот это вот происходит постепенно то есть вот эти деревья они жертвенные самое слабое оказали знаете кто еще глядите самое слабое оказались яблони не абрикосы вот я абрикосы калечу смотрите вот будьте внимательны отрезал 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 видите вот и только бывает такое смотрите самая ближняя почка и трудней всех приходится тут мороз она уже вот тут вот этот способ считается узаконен вот так надо отрезать под эту чтобы ниже вот эта почка и последняя она уже на грани умирания до жива до плодоносит но вот это и все равно абрикосы когда отрезаешь ветки на прививку они гораздо лучше переносят морозы чем казалось бы яблони яблони морозостойкость выше но это в теории а в практике абрикосы по морозостойкости будучи привиты на маньчжурцы по морозостойкости догнали яблони то есть 40 градусов вот и 40 если там несколько дней а остальные там 35 30 вот все это ерунда для них абрикосы выдержит и только иногда пропускает урожай вот и яблони не выдерживает вы представляете до чего дожили вот это дерево еще смотрите вот это все приросты да вот они сейчас плохо видно вот эти это я поднял цену я уже не скрываю мы же с вами торгаши правильность санкциями торгуешь вы торгуете сергей мой сын вот посмотрите сколько здесь денег я поднял цену черенка вот такого до 200 рублей вот а у меня от меня зависят человек 50 100 они купили по двое им деваться никуда и больше нигде таких сортов нет ни у кого принцип одно дерево 1 каждый дерево новый форт или сортообразец и получается еще несколько лет если я буду вот это я продам я заработаю раз 20 торгашу торгашу вот да если здесь два цветок отрежу это 4000 заработаю еще год 4000 а потом случится полностью смотреть все дерево погибнет вот это страшная вещь сразу необходимость или ты продаешь качественное вот как я видите отрезал смотрите вот отрезал вот отрезал на прививку или ты занимаешься херней почему полу культурки ранетки они более надежны режешь не режешь она не не дохнет вот но обманывать людей нехорошо где-то я читал школе проходили сам одну не хорошо и получается что вот эти деревья не долговечны вот и так как не закончилась еще съемка как ни странно вот несколько слов про то самое то эпидемия 10-12 лет назад у нас в тайногорске у вас в бакане минусинске так шире не знаю вот произошла страшная вещь то есть настоящая эпидемия настоящая стопроцентная эпидемия погибло большинство яблонь по принципу чем в культуре тем более беззащитная от чего значит придумали от обратного яблони умирает покрывается грибами а виноват манилес а виноват комикоз а виновата мне ли а виновата значит это парша виноваты грибы вплоть до трутовика который трутовик для меня это трудовик самый трудолюбивый гриб который занимается утилизацией мертвесины а здесь все наоборот переграли вот нашли виноватых придумали тысячи опрыскиваний ну не тысячу десятки номинований вот не помогло я когда увидел эту страшную картину началось майны я увидел вот я начал определять по принципу насколько здорово дерево вот а деревья калечили по принципу веток много лишних люди были научены и получилось так что чем больше ран тем раньше дерево умирает причем оказалось еще быстротечность необыкновенно год-два и мертво и и вот здесь везде у нас майни по горной улице в большом караке малом караке на едае так в изербеле стояли тысячи прямо от едешь взрослых двадцати тысячелетних тысячи мертвых деревьев подряд середина лета без листвы вспоминайте вот и тогда я когда понял что это они в гибли раньше но черный рак на который все вину свалили он действовал как он может десятки лет жить на дереве и дерево помирает и рак вместе с ним помирает то есть на дерево появляется мертвичина морозобойный и гриб для меня он безобидный название страшное черный рак на самом деле безобидный гриб который есть свою долю цвет у него такой сажистый ты все вот и для него свалили вино а я так понял вот дускобила пусть будет этим арбитром в больном мужиком и юг знать весь но не восточный человек и сибиряк в одном лице вот он является а это гибрид вот он гибрид настоящий вот он и вот настоящий гибрид я к вам обращаюсь ничего манера такая мы старые друзья вот я к вам обращаюсь значит если хоть какая-то правда моих словах что к нам занесли бактерию бактерию смертельная может быть там на откуда привезли саженцы с юга средней азии может быть она там безобидно и деревья на нее уже внимание обращать могло такое случиться что это бактериальная болезнь потому что способов я знаю несколько человек которые пытались антибиотиками лечить ну знаете вот и инъекции делать опрыскивать ничего не получилось и в абакане ничего не получилось а и не на вы знаете выступал по теле по радио по телевизору несколько раз инин председатель союза садоводов хакасии или там абакана как он проклинал тех кто вовремя не заметил болезни имеется ввиду саннадзор и прочие надзоры вот как у них это ругал и ничего не помогло а то что бактериальная форма что это именно бактериальное что нам привезли бактерию которая живет внутри и единственное что самое больше чаще всего повреждались по принципу чем больше искалечены тем больше а теперь спросите как меня меня миновало а это будет уже другой разговор бактериальная основа могло быть это или нет а а может быть вы не хотите говорить не нет понимаете это сильное обвинение сторону надзорных органов может вы хотите сохранить нейтралитет но я честно говоря ну я же сюда только обруков сливы пищи не вот хожу изучаю причины почему так не изучаю ну ладно но я остался при своем мнении бактериальная болезнь бактериальная вот ну что будем разговор заканчивать спасибо а мы еще спасибо мы шли к алловидным яблоням идемте значит самая нежная самая беззащитная перед обрезками именно они вот они смотрите алтай славится колоннами во это вы с кузнецом знакомы и создать о если увидите привет передавайте как я уважаю вот это у меня молодежь старшее поколение погибло а почему смотрите я зарабатывал брал черенки на прививку сейчас покажу здесь вот самое лучшее здесь там еще на том участке есть несколько вот предпоследний год два ведра дала последний год ведро засуха вот колонна даже не похожа на колонну да скорее полукарлик смотрите единственную веточку видеть сюда единство веточку я взял на прививку меняю чек вы выморил вот она результат а теперь представим что я бы все эти веточки бы вот они прекрасно на прививку идут вот такие да даже вот такие пусть толстенькие они от природы толстенькие ведь у меня дерево было давно мертво вот этот молодой сад вот они спасло только то что я сказал больше за 1000 рублей веточку не срежу вот она и это причина гибели множества деревьев неумеренная обрезка одной хватило чтобы вся ветка умерла ну вот теперь вроде бы все значит урожай был прекрасные плоды но к сожалению у меня тут догнивает догнивает ну который поменьше по обрезку или никто не хотел собирать а так они в среднем два раза крупнее это баргузин вот ну и так как жив потому что я не ни одной ветки не срезал смотрите как просится на обрезку видеть вот это вот просто на обрезку да вот это все друзья заканчивая разговор заканчивая так вы правы попали в это мы без вас тут эту болезнь эту изучали ну ладно давайте заканчивать разговор большое спасибо вам все теперь уже помахали рукой теперь давайте вы ну как бы скажите до свидания все ну большое вам спасибо я всегда к вам зайду одно удовольствие получаю насколько много труд укладываете настолько многое для селекции для народных для людей добро делается поэтому надо понять и вашу руку ваши ноги должен быть целовать на вашу труду целовать и надо это действительно сколько генофонд он создает по всей россии а мы это критикуем одно какие-то его высказывания на самом деле это вашу труду это бесценное хорошо это это фразе и закончим разговор спасибо а то заниматься начну я когда к вам захожу всегда к вам низким поклоном а для меня это большая честь вы знаете я сотни раз ссылался на вас не верите тускобилов и диктовал ваш номер проверьте вот помните эти огромные сливы было ну все друзья до свидания а а а а а